Всем здравствуйте! Вас приветствует Маруся на своем канале. Сегодня продолжаем чистку посуды. У нас сегодня очень грязная кастрюля, которая в буквальном смысле покрыта жиром. Просто вот вся в жировом налете. Мы ее попробуем привести в первоначальный вид, когда она была еще новая. Мы не будем пользоваться какими-то специальными средствами, будем делать его сами. Для этого нам понадобится обычное хозяйственное мыло, немного воды, соль и очень хорошее средство, которое является универсальным не только как клей. Это клей силикатный, жидкое стекло. Но он прекрасно еще чистит, моет и убирает. Продается он большими даже канистрами в строительных магазинах. Его нам достаточно всего будет двух столовых ложек. Что нужно сделать первоначально? Берем немного воды, грамм сорок. Добавляем грамм сорок. Это примерно где-то две столовых ложки клея жидкого. Сюда добавляем соль. И немного мыла, которое мы сначала натрем на терке. И забиваем блендером до такой пастообразного состояния. Ручки мы у кастрюли открутили для того, чтобы поставить на плиту. Мы сейчас сначала сюда отправим смесь, которую мы приготовили для мытья. Ставим в кастрюлю, ставим на плиту и доводим до кипения, чтобы вода закипела. После отключаем и оставляем в горячей воде до остывания. Вот у нас буквально закипела вода. И посмотрите, как хорошо отходит жир. Не нужно ничего тереть, ничего. В буквальном смысле, вон она. Прям весь растворился жир. Сейчас мы его перевернем к кастрюлю, чтобы она у нас немножко еще, вот эти края, растворился жир. Даже вот так вот, наверное, подержим буквально чуть-чуть, чтобы он лучше растворился. Он прямо-прямо отходит, видите, какими этими хлопьями. Ничего больше не кипячу. Буквально вода только закипела. Вот буквально закипела и все. Сейчас мы попробуем. Видите, оп, и все. Буквально несколько движений. Губки уже сходят жир весь. Он и здесь, и вот эта часть нагара. Смотрите, просто губкой провожу. Проводим губкой. И он весь нагар сходит. Раз. И все, ничего тереть не надо. Вон, простыми движениями губки и все. Весь жир сходит. Сейчас немножко подержим, чтобы он еще подрастворился на краю. Вот эти вот места, потому что они очень сильно прихвачены. Надо их подольше подержать. Вот прям в кипятке сейчас подержим чуть-чуть. Никаких долгих мучений по долгой варке там или отмыванию какого-то. Чистящий. Самые тяжелые вот эти вот места. Хуже всего отмывается всегда. У крышки как хорошо тоже отошел. Жир. Мы ее перевернули. Для того, чтобы дно хоть маленечко потереть. Вот это, конечно, уже не сотрется, потому что это уже обгоревший металл. Все-таки здесь это повредилось дно из-за этого. Это уже обгоревший металл. Это уже цвет такой. Отправим еще подержим, да, в водичке. Пусть подмачивается. Сейчас мы... О, это и дно потрем, а это пусть подмачивается. Она почти вся чистая. Уже даже отмывать нечего. Даже кипятить не стоило. Просто до кипения довела горячая вода, чтобы кипяток был крутой. И все. Кипяточки подержали, как говорится, 5 минут. Кастрюлька чистая. Отмыли мы нашу кастрюльку. Посмотрите, какая она стала идеально чистая. Все блестит. Нагара нет. Жирового отложения нет. Крышка тоже вся чистая. Даже внутри вся сияет. Не нужно долго натирать ничего. Не надраивать. Просто делаем смесь. Выливаем в кастрюльку. Нагреваем воду. Опускаем. Доводим до кипения. Отключаем. Чуть-чуть держим в горячей воде. И кастрюля у вас чистая. Абсолютно чистенькая кастрюлька. Всем, кому понравился способ подмыть кастрюлю грязную от жира и нагара, поставьте на пальчик вверху. Будем благодарны. Всем до новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!